Показываем людям то, какими пользоваться нужными инструментами для достижения успеха в бизнесе. То есть таблицу приводит, кто сколько сможет с этого заработать. Центр предпринимательства открылся в декабре прошлого года. Здесь специалисты бесплатно обучают начинающих бизнесменов. А уже для состоявшихся компаний есть площадка побольше – промпарк, который запустили почти три года назад. Сейчас здесь 16 резидентов. На производстве пряжи оборудование уже установлено, но не решен вопрос с сырьем. 432 веретина на каждой машине. То есть это оборудование в среднем рассчитано где-то производство. Проектная мощность, то есть когда все будет соответствовать, 100 килограмм в час. По сырью мы пока работаем. Бурятий мало. Фактически нету, можно сказать. Забайкалье может как-то порадовать нас. Там более-менее сохранили. Закупать можно и из-за рубежа, но депутаты Народного хурала хотят поставить задачу Минсельхозу о восстановлении породы танкорунной овцы в Бурятии. Еще одно производство, которое развернулось на территории промышленного парка – производство изделий из нефрита. В России практически мы первые выше на именно нефритовый рынок и позиционируемся в первую очередь как объект промышленного туризма. Работают все резиденты на лояльных условиях. Сами депутаты считают, что проект успешный и можно даже расширять территорию или создавать подобные в районах. У них льготы на сегодня по арендной плате есть, в зависимости от площади арендуемой, от 10 до 30 рублей за квадратный метр. И по энерготарифу практически мы увидели, что на рубль-полтора дешевле, чем у других промышленных предприятий. По словам депутата, на раскрутку резидентам необходимо как минимум пять лет. Но ожидается, что уже в следующем году предприятия промпарка начнут приносить прибыль в казну республики. Юлия Пермякова, Вячеслав Батуев, Новости дня.